Друзья, и снова всем большой привет! Когда ко мне приезжал Георг в гости, вы ролики, наверное, уже видели, там, где мы с Георгом, Жоржем снимали отличнейшие ролики, отдыхали, он мне привез косулю. Вот я долго думал, что же из нее приготовить. И сегодня я приехал в гости к Арсену, и мы приготовим сейчас супер, супер вкусное блюдо, которое мне подсказали ребята. И сейчас мы вам покажем, как это делается. Поздравляю с нашей стороны, с нашего пара. Меня зовут Арсен. Это самое лучшее место в Шелково. Мы сделали самый длинный шар на Амбелии здесь у нас. Мы очень много городов стоим. Вы хотите поздравить вас, зато, что вы пришли к нам. Спасибо вам. Как приятно. Спасибо. Спасибо. Девочки. Спасибо большое. Удачно. Спасибо. Друзья, и вот эта косуля, которую привез мне Георг. Георг, спасибо тебе. Хоть наконец-то попробуем что-то такое, поскольку я никогда в жизни даже не видел, не пробовал. И вот мне Розен Молодой Шлейк подсказал интересный рецепт. И вот сейчас мы попробуем по этому рецепту приготовить. Как мы ее будем делать? В общем, сейчас мы будем делать, а вы это все увидите. Будем делать это в тесте. Сначала была идея другая, короче. Но, в общем, этот рецепт мне понравился, так как мне рассказали. И сейчас мы вот это все приготовим. Сделаем это, мы все в тесто повернем, да? Мы все это закроем тестом и отправим в мампейскую печь. И будем запекать это в печи. Ох, сегодня покушаем вкусно. Ну что, смотрите, друзья. Мясо мы порезали, помыли, разрубили. В принципе, мясо готово. И вместе с мясом мы еще положим овощи. В общем, суть рецепта такова. Все это мы положим на тесто. Тесто мы закроем и отправим в печь. Овощи, я думаю, мы порежем просто, как бы, на кусочки. Вот так, я думаю, по 3 метра нам. Так же, да, лучше? Не целиковые? Нет, нормально. И вот так вот все. Вот подрежу на запчасти. И разберу на запчасти, как править. Кто знает, подскажите. Знаете, какой у меня шикарный нож, который, кстати, отправили мне тоже подарок из Дагестана. И вот хочу показать мой новый ножичек, который приехал ко мне недавно. Это такой супер пчак с отличной деревянной ручкой. Вообще, мне очень сильно нравится. Спасибо ребятам из Казан, СПБ, Казан, Санкт-Петербург. Я оставлю ссылочку. Это ребята, которые занимаются вот этими ножами, казанами, печками, тандырами. В общем, все, что нужно для того, чтобы приготовить хорошую, вкусную еду. Вот, так что, большое спасибо за нож. Нож отличный. Пользуюсь им с большим удовольствием. Самое главное, что он очень-очень острый. Что очень для меня, допустим, это необходимо. Помидоры порежу на 4 части. Да, еще добавим сюда грибочки. Докажем по-прежнему. Вот, смотрите, друзья. Добавим сюда грибочки, помидорчики, болгарский перец, лук, баклажан. И, смотрите, поскольку мясо такое нежирное, и косуля, как мне подсказали, мясо, как бы, чтобы не было сухим, мы сюда добавим сейчас еще немножко курдюка. Также можно сюда добавить, там, говяжий жир. Ну, я бы, в данном случае у меня будет курдюк, для того, чтобы мясо было пожирнее, посочнее, иначе оно просто будет сухим. Баклажаны я вот разрежу на вот такие вот, на 4 части. Соответственно, овощи дадут свой вкус. И сейчас посмотрим, что из этого получится, и попробуем, какая же нам вкус косуля, поскольку я лично ее, за десятый раз повторюсь, еще не пробовал. Поскольку у меня друзей-охотников нету, и поэтому у меня косуля прибыла из Саратова, который привез мистер Георг. Что, друзья, посмотрите, вот, тесто готово. Покажи поближе. Вот, тесто раскатали, и сейчас вот все положим вот сюда вот. Вот, куски специально друг от друга не отделили, чтобы сделать по типу, как бы, как будто это один кусок. Сейчас сюда положим овощи. Ну, правильно я делаю, подскажи. Да, да, да. Все правильно, да? Иди подсказывай. Здесь все красиво, нормально. Так, сейчас все разложим. Надо нам посолить. Ну и не, пожалуйста, соль, перец, что мы сюда добавим. Соль, курдюк. Смотрите, друзья, вот так вот все раскладываем. Сейчас мы вот так же вот между кусками мяса все положим. Мой, уже пахнет, друзья, так вкусно пахнет. Ты чувствуешь запах? Ага. Перец, помидоры, лом. Супер, супер. Прям вот обожаю этот запах. Летом пахнет, летом. Сзади на улице погода сегодня шикарная. Поэтому с погодой нам сегодня очень повезло. На улице светит солнышко. Потому что у нас 8 марта. Вот, нарезаем курдючок. Немноговато? Нет, нормально. Как тебе ножик? Хороший. Это вот подарок мне прислали, ребята. Это фирма Казаны, Санкт-Петербург. Друзья, ссылочку оставлю. Такие овощи у нас будут еще вкусные. Картошечка. В общем, сегодня мы будем прям вкусно-вкусно кушать, да? Да, да. Спить будем? Конечно, как в лесу. Друзья, у нас сегодня есть хорошее вино, кувшин. Будем пить классное вино. Соли. Давай, соли. Соли. Вот так мастер занимается делом. Друзья, это профессионал. Он работает в кафе. Поэтому такие вещи он делает практически каждый день. Это у нас красный перец, да? Да. Друзья, посолили. Красный перец. Что дальше у нас идет? Черный перец. Ну, в принципе, стандартный набор, который я тоже, кстати, сюда использую. Такими большими кусками дамы курдюк положим. Да. Вот, друзья, смотрите, ну, как я сказал уже, можно, те, кто не едят курдюк, можно говяжий жир. Ну, а прямо если кто совсем не это, ну, я думаю, сало свинное тоже можно положить, да? Главное, чтобы жир был. Да, да. Это у нас шедевр. Прям делаем шедевр. Да, 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 все верно говорит. Только у нас такое, самое лучшее блюдо, самое лучшее рецепты. На канале Акопа, пожалуйста, люди, самое лучшее место не бывает, поверьте мне. Да, ничего. Вы увидите, насколько у нас интересные блюда будут. Вот, друзья, еще сюда надо добавить, говори, лимон. Вот, смотрите, друзья, вот так вот это заворачивается. На самом деле, ни разу такое не ел, ни разу такое не готовил. Поэтому для меня это тоже новинка. Вот, мастера берутся за дело, я вот только поставлю сторонки, поснимаю. Подожди, подожди. Дырочек не должно быть, да, я правильно понимаю? Да. Должен быть целиком, да? Чтобы был пар, чтобы был пар, мы тренера поливались. Для этого теста, да? В принципе, можно даже оставить, эта маленькая дырочка, она столько влаги не уйдет. Ну, друзья, смотрите, поскольку образовались дырочки все-таки, сейчас мы это вот новым куском теста закроем. И дырочек у нас никаких не будет. Погубно. Ничего так же. Вот такое оригинальное блюдо у нас будет сегодня. Вот оно, вот оно, что блюдо идет. И, друзья, мы сейчас будем делать это вот. Обожаю такие печи. Сейчас будет здесь просто бомба, да? Смотрите, друзья, там уже, ох, парилочка. Все горит, дымит, жар идет. Хватит жара, да, нормально там? Да, да. Да? Ну и все, друзья, сейчас мы это все отправляем туда в солярий. В солярий. Да, в солярий. Загорать. Это знаешь, как правильно называется? Это не тандыр, это помпейская печь называется. Ну что, отправляй? Да, вот что. И скажи, пожалуйста, на какое время мы это закрываем туда? Ну, на 2 часа. Друзья, на 2 часа. Вот это все отправляется в печь. Через 2 часа мы покажем, что получилось. И не только покажем, мы еще это съедим. Вот, я. Очень будет, не сомневаюсь. Даже не сомневаюсь. В 180 градусов и будет супер. Так, 180 градусов, да? Да, и супер. Супер будет. 2 часа готов. Все готово. Девушка, давай потом. Хорошо, будет работать. Она все пока, ну хорошо. Пока, молодцы. Обязательно. Переходка пожертвована обязательно противника. Это самое главное. Должно быть чистенько, аккуратненько. Поэтому опускается вот так. Делается пару движений. Раз. Два. Друзья, мастер-класс. Обязательно надо протирать, протирать. Это самое... Скажи, а для чего надо протирать вот это вот? Потому что... Почему? Трай запекался. Чтобы грязь. Чисто было. Нельзя. Она же на мангале готовится. Обязательно даже чисто будет. Это неуважение к клиенту. Ставится, смотрите, раз. Ставится два. Шедево. И самое главное. Это лук. Снежный лук называется? Или как правильно назвать в нашей красе было? Огурчики сюда. Огурчики сюда. И обязательно вот эту мангалку. Обязательно тоже. Остринки. Не смейтесь, девочки. Мы стараемся. Мне кетчупа, пожалуйста. Обязательно перчик. Это обязательно. Сальвадор Дали. Как делать? Как и мы, Крыси. Обязательно. Это мед. Знаешь, как это называется? Супчик. Бараний супчик. Питьки. 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 Да. Это такой кавказский суп. Ладно, поздравить девушек. С праздником. Девушки, с наступающего снимок. Приходите в это заведение. Здесь всегда очень все вкусно. Приятного аппетита. Ага. Ну что, друзья, прошло два часа. Сколько прошло у нас? Два часа. Два часа. Сейчас посмотрим, как. Все, подожди, подожди. Давай, давай. Посмотрим, что там получилось. Вот такой вещачек. О, дымится. Дымок идет. Доставай. Посмотрим. Вот так, друзья, получилось у нас супер блюдо. Как видите, изнутри парит, дымит. Ну что, друзья, вот так и у нас получилось. Сейчас мы это будем открывать и смотреть, что там у нас находится внутри. Проходите, пожалуйста. Можно, да? Да, да. Как говорится, Акопорджан. Сегодня мы опять находимся в кафе Ларсена. Вот мы испекли вот это вот. У нас косуля. Как она называется? Ну, как называется, названия к этому нет. Конечно, это тесто, но внутри запеченная косуля, скорее всего, она внутри приготовилась с овощами. С овощами мы готовили, да? Ну, это мы сейчас, когда откроем, скажем, что там находится. Да, это тесто, которое готовится в таныре в течение несколько часов. Несколько часов. Ну, в принципе, мы все показали, все там. Это, давай, мы будем это топором сейчас? Ну, потому что оно черствое, надо его, конечно... Я бью, да? Ну, бить стакли нет, конечно. Можно просто, как говорится, можно порезать. А я хотел его просто вот так вот, давай вот так вот сделаем. Давайте, порежься. Ну, давайте полезаем, конечно. Кинжал. У меня же интересно, что же там внутри. Так, все, давай откроем его просто. Так, вот, смотрите, бар пошел. Медленно открываем. Медленно открываем. Вот так. Супер, супер. Смотрите, какое блюдо получилось. Давайте, давайте, давайте. Ой-ой-ой-ой. Посмотрите, что-то новенькое. Здесь у нас оленина. Это не оленина, это у нас косуля. Ну, хотя, в принципе, косуля, это же... Здесь у нас с овощами. Смотрите. Можно камеру поближе подвинуть. Прямо я хочу показать мясо, как разваливается. Вот, смотрите. Вот, смотрите, насколько мясо готово. Это мы держали там... Супер, супер. Два часа. Конечно. Очень красиво. Размаривается мясо, откусывается. Смотрите, мясо отходит от кости. Мясо откусывается. А эти? Ну что, будем пробовать? Ну, конечно. Ну что, Синдали, давай попробуем. Да, попробуем. Попробуем. Это очень вкусно. Все выглядит и аппетитно. Не терпится. Да, не мешайте. Много? Кстати, я первый раз в жизни ем. У нас курдюку. Косле же профессионалы работали. Никогда не пробовал. Кстати, я еще не пробую, я по запаху чувствую, как будто это баранина. Да? И по вкусу, кстати, это же баранина. Потому что мы добавили бараний курдюк. Если бы добавили говяжий жир, совсем не в другой вкус. Не, все равно мясо похоже даже по цвету. И по цвету, и по вкусу мне напоминает лишь на баранину. Очень вкусно. На самом деле, очень вкусно. Если бы не дали, я бы сказал, что барашка даже не задумывается. Стопроцентная баранина. Очень вкусно. Мясо нежное? Обалденно, мягкое. Мясо супер. Здесь у нас помидоры, болгарский перец, лук. Хотя, кто желает, можете подходить и пробовать. У нас за кадром тоже есть люди, которые очень хотят попробовать. Подходите, пробуйте. Мясо. Обалденно, вкусно. Чудо, попробуйте. Это очень вкусно. Попробуйте, мясо. Касуля. Вы знаете, на камеру схожу, чтобы он всегда так готовился. Спасибо. Супер, супер. Давайте я вам сделаю кусочек, чтобы бить. Лянь как все отваливается, все разваливается. Классное, да? Супер. Мы с мясом прям вообще ляня от гостей. Мы с курдюком попробуйте. Вот так, давай. Монка, попробуй. Эта у нас гениальная. Слушай, даже тушенка, по-моему, не настолько мягкая. Поэтому канал Акупов, это гениальный канал. Все, что вкусное, все, что интересное, мы снимаем. Будем выкладывать в видеородики канала Акупов. На самом деле. Ну, как вы делаете? Сидят, видишь, делаешь. Мы только снимаем. Все проблемы. Но мы еще и вкусно едим. На самом деле. А наш хлеб с нашим мясом вообще. Вот. Брата СССР. Вот так. У меня человек из СССР. Откуда? Из СССР. Неопонятно. Арсен, поскольку у нас еще 8 марта, я предлагаю поздравить всегда. Поздравить я хочу, вот так вот. Моим любимым ковшином. Держи. Ты пил из рога когда-нибудь? Честно говоря, нет. Нет, это рога привезенные из Тбилиси, кстати. Это мне подарили в Грузии. Ковшин тоже грузинский. Ты, как истинный армянин, скажешь сейчас хороший тост. Поздравим всех дам с 8 марта. Уважаемые наши бабушки, матери, дочки, все женщины. Поздравляю вас с 8 марта. Одним словом, будьте счастливы, любимыми. Мы вас очень любим. С праздником вас с 8 марта. Присоединяюсь. Поздравляю всех бабушек, сестер, мам, подружек. В общем, всех-всех-всех. Дорогие дамы с 8 марта. Всех вас поздравляю. Кто здесь находится в студии, у нас столовая, в нашем кафе. С праздником вас. С праздничком. Ну что, поехали. Так, или так. Ну что, ты приготовил. Правильно, так как удобно, наверное. Вот так. Нам надо срочно найти грузину. Спросите. Как правильно. Как удобно, так. Я не знаю. Ну что, еще раз всех с праздником. Желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения. Ну, как я всегда говорю, готовьте вкусную еду, кушайте, и от этого у вас всегда будет хорошее настроение. Всем пока. На канале Акопов только вкусная еда. Подписывайтесь и смотрите.